Всем привет! Сегодняшняя тема моего обзора это замена свечей зажигания на автомобиле Mercedes W203 Цежка 2001 года выпуска. На автомобиле стоит мотор объемом 3,2 литра, тюнинг AMG 351 лошадиных сил. Довольно-таки серьезный мотор. Итак, с чего надо начинать? Во-первых, снимаем верхнюю крышку пластмассового мотора с эмблемой AMG. После этого снимаем воздухопроводы, которые идут к корпусам воздушных фильтров. Их просто нужно осторожно тянуть на себя. Также нужно отсоединить патрубку, которая соединяется с корпусом воздушного фильтра с левой стороны. И немножко подняв этот корпус, осторожно снимаем с обе стороны. С правой стороны дополнительно патрубки нету, которые соединяем с левой стороны. После снятия этих корпусов мы подходим к катушкам зажигания. Их 6 на этом моторе, по 3 каждой стороны. Еще добавлю, что на этих моторах, кто не знает, ставится 12 свечей. То есть 6 поршнев и 12 свечей. На каждой поршень идут 2 свеча. И это не только касается, скажем, тюнинга AMG, а просто на любых моторах, своеобразными, 3,2 литра, Мерседес ставит 12 свечей. Так, снимаем разъемы, которые идут катушкам зажигания. Также провода этих разъемов прикреплены катушкам пластмассовыми хамутами. Просто их нужно откусывать с кусачкой и потом при сборке заменить на новые хамуты. Откручиваем болты, которые держат катушки зажигания в крышке мотора. Эти болты под звездочку номер 25. Никаких проблем не должно случиться. Они нормально откручиваются. После снятия этих болтов снимаем катушки и откидываем назад. И доходим до того места, где уже нужно довольно-таки быть осторожным. При снятии муштуков, которые идут от катушек к свечам, потому что при неосторожном обращении можно сломать свечу внутри муштука и достать его довольно-таки проблематично. Можно просто испортить этот муштук. Я думаю, что есть специальный съемник, хотя я не видел никогда этого съемника, который предназначен для снятия муштуков. Я изготовил такой нехитрый инструмент. Взял монтировку, немножко согнул снизу и сделал паз, который заходит в муштук. И немножко, тянув его вверх, можно аккуратно снять. Сейчас я покажу, как это я делаю. Конечно, нужно еще второй рукой держать муштук снизу, чтобы он не кренился. А то, как я уже говорил, можно сломать конец свечи в муштуке. Не спешим в этом процессе. Сейчас я не могу показывать, как я держу второй рукой этот муштук, потому что вторая рука у меня занята камерой. Но вы, конечно, поняли суть вопроса. Вот мы сняли первую катушку. В принципе, первые две катушки легко снимаются. Особенно трудно снимается последняя. Там практически нету места. Моторный отсек сужается вокруг мотора. И достать, особенно шестую, шестой муштук довольно-таки трудновато. Но, в принципе, при навыке можно снять. Вот я показываю, как работает эта монтировка. В принципе, ничего сложного и особенного нету, но свое дело делает. После снятия всех катушек вместе с муштуками, приступаем к отручиванию свечей. Свечи под головку номер шестнадцать. Сейчас доставим свечной ключ, немножко удлиняем его под размер, чтобы он уместился в моторном отсеке вместе с трещоткой. И осторожно откручиваем. Будьте осторожны, чтобы, если свеча очень туго сидит, сидит на своем месте, не сломать или не испортить резьбу внутри головки. А то, в кавычках, простое замена свечей может дорасти до снятия и ремонта головки мотора. Последнюю, шестую свечу, в принципе, практически не видно. Нужно работать на ощупь. Я делаю, значит, так. Сначала ставлю головку, после этого удлинитель. И после этого только ставлю трещотку, чтобы откручивать эту свечу. И после откручивания поочередно снимаю трещотку, удлинитель и потом головку. Можно свечи снять пальцами. Если вы, конечно, работаете в перчатках, то можно не опасаться, скажем, повредить пальцы. Я рекомендую вам всем работать всегда в перчатках. Ну и, конечно, нужно немножко подождать, чтобы мотор остыл. Потому что при горячем моторе практически невозможно работать. Хотя и вы надели перчатки. Это не помогает. Вот я снимаю пятую свечу. А вот шестую я сейчас покажу. Довольно-таки трудно подавивающаяся свеча. Все ржавые уже свечи, которые мы снимаем с мотора. Вот я беру головку, ставлю паз, где сидит свеча, последняя, шестая. Можно еще использовать зеркальце, чтобы посмотреть, нормально сидит он или нет. Вот видно, что сидит на свече. После этого удлиняем этот ключ и осторожно откручиваем. Одним словом, нужно немножко постараться, чтобы откручивать эти свечи. После откручивания свечей нужно хорошо осматривать гнезда, где сидят эти свечи. Нет ли подтека масла. И если количество масла довольно-таки большое, это значит, что еще нужно менять прокладу крышки мотора. Ну, в нашем случае все было чисто. Мы просто продули воздухом, чтобы очистить пыль и грязь в районе, где будут сидеть новые свечи. И будем ставить сейчас новые свечи, которые принес, кстати, сам владелец машины. По его словам, эти свечи оригинальны именно для этого мотора. Но, честно говоря, не могу точно утвердить это. Сейчас я покажу код этих свечей. Особенно мотор с тюнингами AMG. Это уже, не знаю, какой код нужно. То есть, какой код для этой свечи. Но, в принципе, если владелец принес, мы не стали спорить с ним. И будем ставить те свечи, которые он принес нам. Немножко намажьте маслом конец свечи, чтобы потом легче было его открутить. Вот эти свечи, о которых я говорил. Ну, в принципе, они похожи на оригинальные, но именно они предназначены для этого мотора или нет, не могу точно сказать. Они платим ве, конечно. Стоит где-то около, если не ошибаюсь, 20 долларов каждая свеча. Аккуратно ставим свечу в гнездо. И начинаем закручивать, затягивать с помощью головки. Сначала пальцами, чтобы не было, скажем, неправильной посадки. После того, как уже мы не можем подтягивать пальцами, ставим перещетку и затягиваем до упора свечу. Когда дошли до упора, еще нужно делать натяг трещоткой, где-то градусов 180. И этого хватит, чтобы быть уверен, что свеча плотно села на свое место. Можно, конечно, еще и снять эту новую свечу и измерить толщину уплотнительного кольца. Там где-то должно быть полтора миллиметра, не больше. Но это касается, конечно, новой свечи. Вот мы ставили новые свечи тем же способом, что и сняли. Сейчас будем ставить муштуки на эти свечи по характерному щелчку. Вы должны быть уже уведомлены, что муштук сел на свое место. Без этого щелчка уже сомнителен. Нужно и снять, и попробовать снова. Ну, что еще хочу добавить к этому видео? Да, если вы сомневаетесь, правильно ли идут провода зажигания к свечам, то есть их можно типа перепутать, об этом не нужно беспокоиться. Во-первых, на катушке зажигания есть картинка, где написано, то есть нарисовано, какая из проводов идет к какому свечу. Там есть А и Б. Б это снизу, а сверху. Также, даже гравировка есть и на крышке мотора. Так что, посмотрев, невозможно перепутать. В этом плане не должно быть проблем. Остальным, я думаю, вам все понятно. И, в принципе, все, что я хотел показывать вам на этом видео. Спасибо, конечно, вам за просмотр моего видео. Ставьте лайки, если он вам понравился. Также подписывайтесь на мой канал, просто нажав на значок внизу экрана, с правой стороны. Всем удачи, пока!